всем привет мои хорошие с вами Аки Эмили и сегодня у нас с вами мукпанг у нас два мороженых сникерс и клубничка как-то вот так вот я планировала вообще с малиной это все сочетать но к сожалению малину не нашла нашла только клубнику и она кстати очень подорожала за последнее время запивать мы будем обычной водой и давайте приступим давайте начнем с мороженого а то боюсь что она растает вот так вот я не могу понять один момент вот эти сникерс m&m скиткат все они стоят одинаково баунти вот такого вот размера стоит одинаково единственный сникерс стоит где-то на 40 процентов дороже у меня такой вопрос почему мы с вами предыдущих видео пробовали нам я не могу сказать что он вкуснее всех он набор такой приторно сладкий мне очень удивительно было что все остальные стоят одинаково и только сникерс стоит дороже вкусно дома просто настолько нечего делать что я начала пересматривать старые выпуски прямого эфира и раньше смотрела пусть говорят когда там был малахов как только малахов начал работать в другом канале я сразу переметнулась мы смотрел передачу как один парень пришел в школу можно сказать ворвался в школу начал стрелять у меня просто такое ощущение что с каждым годом дети становятся все агрессивнее и агрессивнее у нас в школе был такой немножко неадекватный парень его звали дима но ничего подобного не делал просто по сравнению с другими моими одноклассниками он был самый такой знаете хулиган и однажды он пришел в школу и получается до этого он прогулял четыре урока и учительница была уже очень злая она хотела вызывать его родители он начал плакать и сказал что им подожгли забор поэтому типа он ушел со второго урока и прям во всю знаете плачет мы тоже реально нам стал плохо мы реально поверили ему узнаете не ребенок где-то уже наверное девятый класс проходит где-то неделя приходит его отец в школу отец говорит ну как как мой сын успевает и учительница начала мои вам соболезнования у вас такое произошло да как вы вообще пришли нашли человека кто поджег и отец такой в смысле поджег кого подожгли что подожгли и учительница начинает рассказывать о том что приходил дима и говорил вот так вот отец сразу берет за шкирку своего сына и домой исправительная беседа и учительница была в шоке и мы все были в шоке потому что как можно вот такое наврать причем с таким каменным лицом пустить слезу ну как это это прям мастерство вот максимум что у нас было это вот такое вот чтобы кто-то что-то не знаю воровал не знаю стрелял вообще и близко к этому никогда ничего не было меня брат немножко был хулиганом ну как немножко постоянно наших родителей вызывали в школу у себя говорили мы звоним звоним вам вас постоянно занятым обратно просто брал домашний телефон и ставил в сторону и учителя просили меня чтобы я поговорила с родителями чтобы родители пришли в школу я приходила домой и брат не говорил слышь ты мелкая пикнешь тебе не жить здесь ты живешь тут горит в раю вот только ты попробуй только пикни я реально не говорила потом даже учительница пришла к нам домой домой представляете как только учительница пришла у меня брат в панике туда-сюда это ты стукачка сказала наш адрес я говорю ты дебил какой я я почему в журнале наш адрес указан это он сразу так раз и под кровать когда все уляжется сообщи когда уляжется короче вот такая вот у нас была жизнь причем он никогда не парился это я всегда была в страхе что вдруг родители узнают что не знаю вы их вызывают в школу а я им не рассказываю а то что меня тут прессуют ему хоть пахнет вообще у меня брат очень оптимистичный человек даже слишком оптимистичный иногда прям он создает проблемы из-за своего оптимизма я планирую как только откроются границы брат приедет обязательно снимем для вас видео я брату сказал говорю все ждут тебя он говорит давай новый формат я говорю какой я тебя мочу на камеру и мы это выкладываем стопудово много просмотров будет я говорю давай тогда я тебя мочу мочу в общем все детство у меня было вот так вот только бы не узнали только бы не узнали меня закопают в общем детство называется не позавидуешь у нас была биология или нет география вместе с братом получается что у них не было учителя их класс соединили с моим глазом и тут было нечто я увидела как мой брат себя ведет на уроке мне просто хотелось вот так вот повеситься вы говорите твой брат не против того что ты одел кофту где видно пупок мой брат предлагает мне я вам выкладывала в инстаграм скрины он предлагает мне одну руку всю сделать в татуировках рукав он говорит тебе подойдет рукав я говорю я не хочу я говорю успокойся я не собираюсь вот такие дела маловато последнее видео я кушал по 5 мороженых в этот раз как-то маловато но ничего ребят я надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм всем желаю приятного аппетита удачного дня с вами лайк эмили всем а пока спасибо спасибо